итак всем привет вы смотрите канал паяльник тиви и сегодня у нас будет обзор esr метро то бишь пришла посылочка чуть-чуть помятая и сейчас мы рассмотрим комплектацию так здесь у нас крокодильчики и сам прибор больше как видно ничего нет здесь конденсатор с маркировкой 105 этот конденсатор здесь для калибровки то бишь не просто калибровки для самокалибровки прибора прибор питается от 3 и 7 вольт либо от разъема микро юсб то бишь батарейка 3 и 7 вольта точнее не батарейка а аккумулятор и форм-фактор аккумулятора 14500 так как говорится распаковка прошла успешно перейдем к действиям и так как я уже говорил переходим от слов к делу тактовая кнопка здесь на приборчике достаточно большая очень хорошо и отчётливо нажимается то бишь нет такого что нажал и не сработало в приборе есть кнопка включения выключения то есть при подключении микро юсб кабеля у нас идет зарядка аккумулятора но так как аккумулятора здесь нет в данный момент диод сообщающий нам о зарядке здесь подписано chrg то есть charging зарядка он мигает нам о том что отсутствует аккумулятор вот и что при поднятой кнопке можем сколько угодно много раз нажимать эту кнопку ничего не произойдет но если мы нажмем он off вот в положение он включено нажимаем и как видим прибор работает здесь жидкокристаллический экран сама конструкция экрана в принципе неплохая будет сложновато сколоть что-либо по периметру так как абсолютно по всему периметру находится пластиковые ограничители экрана и сам кристалл единственное что находится вот под экраном и шлейф будет сложно сорвать чем-либо давайте покажу на внутренности вот это обычный экран стабилизатор напряжения но и в случае чего его можно будет заменить положим его в сторону здесь от мега 328 p резистивные делители причем вроде как высокоточность четырьмя цифрами задающий кварцевый резонатор на 8 ну и в принципе здесь все работает программно здесь больше ничего нету вот получается цепь заряда тогда показать поближе приблизил камеру вот сам кристалл от мега 328 p резистивные делители кварц цепь зарядки и здесь есть несколько компонентов которые заботливыми китайцами так сказать зашкурены то бишь наждачкой обработаны чтобы так сказать пользователь не повторил результат здесь достаточно удобно либо в эти колодки ставим что-нибудь небольшое если же у нас что-либо очень большое поэтому предусмотрено целых три крокодилечка ну как раз таки на количество выводов и так от обозревания самого прибора перейдем к тестированию элементов так чисто для себя я определил то бишь мне теперь удобнее что у нас зеленый это первый контакт красный второй контакт и синий это третий контакт то бишь для личного удобства этот подготовил несколько резисторов резисторы данный прибор в достаточно широком диапазоне измеряет от 0 ом до 50 мега ом шагом одну споту в одну сотую ома и так можно начать с чего-нибудь типа такого это у нас резистор п в 10 на 4 и 3 килоома с допуском в плюс-минус 10 процентов и так между вторым и третьим выводом цепляем и получаем 4 тысячи триста семьдесят пять ом то бишь 4 3 килоома дабы не быть голословным что он действительно 4 3 килоома установим в режим 20 килоом на тестере и померяем чтобы ничего не мешало в руках не лежало и так мы видим 4 и тридцать три сотых килоома далее ну померяем 4 и 7 ома это у нас 91 года ц 5 37 8 он у нас 4 и 7 ома поэтому переставляем 200 диапазон до 200 ом и измеряем 5 и 2 ома но спишем по крайней мере на погрешность щупов и так опять подключаем к нашему прибору второй и третий вывод нажимаем кнопку измерения и видим 4 и 64 ома так ну попробуем что-нибудь по типу такого 5 ватный одноомный резистор сейчас на мультиметре измеряем так чтобы сбросить погрешность щупов 0 5 таки ну 1 и 3 1 и 4 ома опять таки между вторым и третьим выводом подключаем резистор нажимаем кнопку и получаем одну целую восемь сотых ома ну достаточно точно можно списать на небольшие погрешности в виде но проводов щупов прочего помимо обычных резисторов можно измерять также переменные резисторы переменные резисторы но у меня вот есть переменные резисторы на 500 килоом на 500 выставляем здесь 2 мегаома и сейчас измерю крайние выводы 481 482 килоома выкручив в крайнее правое положение и измерю средний и левый 481 и правый со средним 0 переведем самый минимальный ну и здесь где-то 3 3 2 ома и так 3 и 2 ома были между этим крайним и средним контактами и так подключим зеленый к первому контакту сейчас красный ко второму контакту и синий к третьему контакту и нажимаем кнопку теста и видим что с 1 на 3 у нас 480 килоом с 3 на 2 у нас 2 и 96 ома ну практически как и было здесь помимо переменных резисторов можно также измерять и терморезисторы ну терморезистор это в принципе тот же резистор у которого сопротивление зависит от температуры и так вот он наш терморезистор у него сейчас сопротивление сейчас я измерю так нужно диапазон взять побольше но 10 килоом должно быть 8 и 5 ну 8 и 51 килоома и так между вторым и третьим я стараюсь за него не держаться чтобы не нагреться случайно и получаем 8109 ом ну 81 килоома теперь подержать за него пальцами нагрев его повторим измерения было 8109 сейчас 7313 подержав еще и нагрев его еще сильнее сопротивление должно стать еще меньше 7105 перемириваем снова 7000 3 ома то бишь 7 килоом и так с резисторами в принципе все понятно перейдем далее и так плавно переходим к конденсаторам диапазон данного прибора по заявлениям от 25 пикофарад до 10 тысяч микрофарад с шагом 1 пикофарад и так для измерения нам потребуется только два контакта поэтому я здесь их только два без синего ну и пожалуй начнем с обычных электролитических конденсаторов это конденсатор на 330 микрофарад 200 вольт аккуратненько подключаем вот здесь вот плюс щупов как раз виден потому что невозможно этот конденсатор воткнуть вот сюда видим 219 микрофарад эссер 20 сотых ома процент потерь 6 десятых ну в принципе еще можно использовать а емкость уже вытянет а далее у нас будет джун фу сейчас чтобы в кадр джун фу 2 200 микрофарад на 16 вольт аккуратненько подключаем 2315 микрофарад процент потерь уже в принципе ну большеватый эссер в принципе еще нормальный и так вот еще один конденсатор на 470 микрофарад 200 вольт фирмы фирмы хек так подключаем его 200 микрофарад эссер 25 сотых и процент потерь 9 десятых сейчас его отключаем ну возьмем какой-нибудь из советских вот он к 50 35 на 315 вольт 10 микрофарад 84 85 микрофарад странно но советский что поделать давайте еще один хоть на пробу возьмем так советский на выбор к 50 35 то же самое 25 вольт 470 микрофарад 91 года конденсатор должен уже подсохнуть чутка и так 383 микрофарада но здесь 470 процент потерь 2 процента ну и эссер в принципе еще сойдет возьмем еще что-нибудь к 50 16 на 100 микрофарад 10 вольт тоже восемьдесят девятого года конденсатор и вместо 100 здесь 129 но завышенная стандартно и эссер уже 1 и 1 ома что уже но я его уже никуда ставить не буду скорее всего так ну давайте опять таки к 50 35 470 микрофарад 25 вольт аккуратненько прицепим чтобы не коротить на корпус 359 микрофарад и эссер 1 он уже тоже поймем что-нибудь по экзотичнее типа мбм а 92 год здесь не очень хорошо видно здесь 0 5 микрофарад 160 вольт ну и разброс плюс-минус 10 процентов допускается аккуратненько и измеряем ну пол микрофарада 628 нанофарад и эссер в принципе допустимо допустимо и в 10 процентов укладывается так хорошо сейчас посмотрим давайте возьмем новый джиме кон 470 микрофарад 25 вольт 436 микрофарад 19 сотых ома эссер и процент потерь 6 десятых это достаточно хороший и так ну не знаю можно еще принципе пара электроэлектрических померить к 50 35 100 микрофарад 160 вольт 138 микрофарад 13 сотых эссер да это еще хороший недосохший так сказать он 91 года старше чем я есть на 22 микрофарада 25 вольт к 53 14 91 года 22 микрофарада напоминаю 23 микрофарада и тут 3 и 4 десятых ома эссер ну видать и так с электролитическим я думаю можно закончить возьмем я думаю керамические я тут подготовил чуть-чуть керамических так чисто выбрал пригрышню маркировка 203 это у нас 20 нанофарад должно быть 20 нанофарад сейчас проверим такие в принципе плюс минус проценты достаточно много разброс приличный ну 18 нанофарад но не 20 но близко достаточно близко сейчас возьмем что-нибудь вот 103 из 10 нанофарад на разном расстоянии 103 10 нанофарад вот 10 нанофарад практически 10 целых четыре сотых нанофарад достаточно точный странно редко такие ну 104 давайте 100 нанофарад это тут не большей частью 100 нанофарад и микрофарад 85 нанофарад близко близко достаточно близко так давайте ка возьмем тот мелкий вот 20 то бишь 20 пикофарад по моему либо 20 нанофарад я могу ошибаться 27 пикофарад показывает ну вот надеялся что он ниже порога будет да покажу да не удалось так есть еще с маркировкой 302 это у нас 3 нанофарада здесь нужно поаккуратнее вообще давайте-ка его воткнем сюда повторяю маркировка ним 302 то есть 3 нанофарада неизвестный не касается сейчас попробуем еще раз вот 3487 пикофарад хотя должно быть 3000 пикофарад так есть еще а ну все остальные тоже 104 вот есть новенький 104 то бишь 100 нанофарад ну 82 нанофарада они в принципе у меня все такие так керамические прошли ну можно теперь померить пленочный конденсатор пленка у нас должно быть достаточно точный так ну давайте возьмем в 6 п 5 киловольт 2 и 2 нанофарада ну 2260 пикофарад ну 2 и 2 это 2 200 пикофарад но достаточно точно 5 на 7 пленочный так 113 это у нас 11 нанофарад должно быть ну 10 и 83 нанофарада почти очень не очень близко давайте возьмем что нибудь из думаю такого сильно китайского 105 1 микрофарад 250 вольт сильно китайский потому что какой-то китайской фигни вытащил нужен один микрофарад 987 3 десятых нанофарада ну достаточно близко китайцы не подводят так ну с этими забрались полипропиленовые в принципе можно попробовать так что так к 7820 целых одна десятая микрофарада это у нас 100 нанофарад 1000 вольт так вот кубик здоровый 1000 вольтовый 88 34 сотых нанофарада ну близко но не идеально так есть маркировка 684 это 680 нанофарад 619 нанофарад так у меня есть такой же если он столько же будет а нет этот 474 оказалось такой же тут должно быть 470 нанофарад 447 одна десятая нанофарад но достаточно близко возьмем что-нибудь такое 047 дабы вспомнить что там 047 обозначает по идее 47 ну вот 47 нанофарад почти 46 и 6 так возьмем к еще наверно 4700 пикофарад плюс-минус 2 процента это точный к 717 плюс-минус 2 процента это ничего так 4671 ну можно калькулятором просчитать что 4700 на 98 процентов это 4606 то есть здесь все в пределах допуска 4671 так ну и из конденсаторов наверно остались только вот вот мирские флажки вот эти вот всеми может быть и нелюбимые вот 1 на 1 нанофарад 919 пикофарад ну практически так есть еще на 33 нанофарада 3324 нанофарада странности одни ну и давайте померяем что-нибудь вот 5 вольтовый 47 нанофарада 4655 очень и очень близко потому что с конденсаторами мы закончили попробуем сейчас индуктивности хотя индуктивность его он определяет не особо хорошо итак мы перешли к собственно индуктивности и не с индуктивностью не сильно хорошо знаком поэтому да как мы видим здесь идет значок 12 индуктивность индуктивность нас 6 сотых миллигенры ну и сопротивление одна десятая ома так возьмем что-нибудь побольше и подключим здесь опять-таки индуктивность 54,8 миллигенри и сопротивление 2,1 ома перевернем и посмотрим на вторую мотку здесь 55,7 миллигенри и 2 и 2 ома так хорошо возьмем еще это из компьютерного блока питания посмотрим индуктивность здесь здесь 8,71 миллигенри и 2,5 ома возьмем еще дроссель этот я не помню откуда спаял 1,59 миллигенри 9 десятых ома возьмем вторую обмотку здесь должно быть примерно около ома на каждой вот здесь 2,44 миллигенри 1,1 ома ну и еще из компового возьмем такую вот красивенькую попробуем среднюю померить пять сотых миллигенри 1,1 ома ну и тут обмоточка небольшая больше у меня в принципе таких индуктивности нет у меня только кольца остались ну достаточно точно определяет хотя вне камеры когда я замерял он пару раз определял индуктивности как обычные резисторы ну для данного прибора очень и очень неплохо и так идем далее и так мы пришли к тому для чего в принципе этот прибор и создавался для проверки полупроводников то есть полупроводниками считаются диоды светодиоды диодные сборки так как состоят из диодов транзисторы стабилитроны и так начнем пожалуй с всеми известного 1 n 40 07 и так 1 n 40 07 между подключаем его между первым и вторым выводом второй вот у нас анод первый у нас катод и видим что падение напряжения у него 682 милливудра вольта и так у него емкость перехода при закрытом диоде 21 пикофарад и обратный ток утечки у него 21 на нальбер посмотрев по даташиту посмотрев по даташиту у него один вольт падение напряжения до одного вольта ну и это не диод шотки у него тут естественно 684 и так возьмем еще какой-нибудь диод например 1 n 41 48 катод у него на втором анод у него на первом и ясно видим маркировку на первом у него анод на втором катод падение напряжения 709 милливульт ну и обратный ток утечки 72 на ампера и емкость перехода при закрытом диоде у него 8 пикофарад возьмем что-нибудь из отечественного это у нас кд 411 bm когда 411 bm и видим что анод у него на первом катод на втором и падение напряжения у него 705 милливольт возьмем что-нибудь из более такого интересного например d223 вот катод у него на первом анод на втором падение напряжения 701 милливольт это d223 также у меня есть d223b падение напряжения 705 милливольт но естественно что анод здесь катод здесь есть также у меня и такие как kd 221 а это такая оранжевая капелька с синей точкой по идее синяя точка у него указывает на катод синяя точка на втором анод на первом и так ну диоды это понятное дело давайте посмотрим светодиоды есть у меня вот такой вот инфракрасный светодиод прошу прощения уронил вот его в принципе можно не задействовать крокодильчики воткнуть в колодку сейчас я это аккуратненько сделаю ну и отображается он как диод анод у него второй катод у него третий и падение напряжения 1.14 вольт то бишь для работы ему нужно 1.14 вольта ну и вот видим длинное анод короткая катод это есть давайте попробуем такой вот 1 ватный синий светодиод здесь к сожалению моему не подписано где что где плюс где минус но как говорится транзистор тестер определит ну и здесь есть такая особенность при проверке он моргает вот для питания нужно 2.66 вольта и у у него получается что анод здесь то бишь плюс катод здесь то бишь минус 2.66 вольта возьмем еще один такой же две штучки и посмотрим будет ли 2.66 ну тут 2.65 ну и здесь теперь уже анод на втором катод на первом и возьмем из купленных мной китайских такие они все веселенькие тут 5 цветов возьмем белый красный зеленый желтый ну и возьмем синенький ну и по очередности их проверим давайте начнем с красного у красного длинная ножка это анод короткая это катод я ставлю 2 3 то есть 2 это анод как видим светодиод мигает и показывает что 2 это анод 3 это катод 1.93 вольта уберем красный возьмем давайте желтенький и по той же схеме 2 анод 3 катод видим что моргает и 1.96 вольта возьмем теперь зелененький конечно колодка это не очень удобная но какая присутствует в приборе и 1.97 вольта давайте возьмем белый у него должен должно быть уже побольше напряжение 2.82 вольта да ну и напоследок из светодиодов возьмем синенький 2.79 вольта и так данный прибор также умеет проверять стабилитроны данный стабилитрон достаточно мелкая маркировка на камеру показать к сожалению я не сумею но мы можем подключить здесь 3 и 3 вольта стабилизации и отчетливо видим он показывает его как сдвоенный диод то бишь на втором у нас показывает что 774 милливольта это с первого на второй то есть по прямому анод катод а катод анод как подключать стабилитроны 3.7 вольта ну и давайте ка еще один посмотрим тоже 3.3 подключим в таком же положении то есть переход анод катод с первого на второй он показывает 774 милливольта а со второго на первый у нас будет 3.3 вольта то есть не 33 он стабилизирует от 3 вольта ну и перейдем к тому для чего этот прибор создавался а именно транзистором у меня есть транзистор кт 846 b в таком вот корпусе и давайте подключим это к этому выводу здесь а третий к корпусу и измерим структура у него должна быть npn b это коэффициент усиления то есть здесь коэффициент усиления 2 1 это эмиттер 2 база и корпус третий вывод это коллектор падение напряжения на открытом переходе у него 557 милливольт также здесь указано на кище запущу здесь указан как сказать картинка расположение базы коллектор эмиттер так кт 838 а таким же способом подключаем что 3 это корпус и по бокам здесь и видим что тоже структура npn коэффициент усиления 2 падение напряжения на открытом переходе 572 милливольта опять-таки эмиттер база и корпус это коллектор опять-таки рисунок все это показывает возьмем что-нибудь другом корпусе можно например сдвоенный диод взять 3 это у нас правый это у нас левый и второй вывод у нас будет середина таким образом это с 30 d 40 c вот он показывает что падение напряжения на открытых переходах у него по 217 то есть это сдвоенный диод шотки и между первым и третьим выводом сопротивление у него 853 и 7 десятых кило ома так это был сдвоенный диод шотки возьмем еще sbl 3040 я так на память не помню диод шотки или сдвоенный диод шотки или обычный диод сдвоенный диод и это тоже диод шотки по 216 милливольт падение напряжения на каждом и сопротивление между анодными у него 790 и 5 десятых кило ома так с этим есть возьмем еще давайте у меня кт 315 есть присутствует у меня попробуем как-нибудь поудачнее поудобнее захватить ну и отогнем так вот это кт 315 структура у него npn npn эмиттер база коллектор коэффициент усиления у него 118 это кстати говоря кт 315 г падение напряжения на открытом переходе 701 милливольт и показано что коллектор база эмиттер ну эмиттер коллектор база если слева направо также у него есть комплементарная пара это кт-361 у меня есть кт-361 е вот здесь уже вниз от огнем чтобы можно было померить прошу прощения кт-361 е эта структура должна быть pnp и да как мы видим pnp структура коэффициент усиления 93 падение напряжения 714 и слева направо эмиттер коллектор база то есть база у него крайне правую и опять-таки картинка показывающая так есть у меня еще возьму что-нибудь кт 805 и м тоже вот среднюю ножку отдохнем чтобы поудобнее было и второй вывод у нас так сказать средний будет npn коэффициент усиления 30 падение напряжение 557 слева направо эмиттер коллектор база и опять-таки рисунок показывающий так сказать схему возьмем что-нибудь c5129 это по идее но если мне память не изменяет это n-канальный mosfet но я могу и ошибаться странно он запустил self-test мод то есть само тестирование попробуем еще раз опять self-test мод уходит странно странно еще раз нет так d13 007 d13 007 это npn коэффициент усиления 18 база коллектор эмиттер падение напряжения 593 и так mosfet у меня в принципе очень редкие гости у меня очень много npn pnp но вот mosfet гейт дрейн сорс либо затвор сток и сток итак емкость перехода при закрытом диоде у него 881 пикофрад падение напряжения 646 и и так также аппарат он может определять встроенные в mosfet и защитные диоды то есть как видим здесь гдс и значок диода то бишь между третьей и второй ногой третьей и второй то есть между дрейн и сорс ну то есть исток а катод у него находится на стоке то бишь на дрейн ну и видим а насчет вот этого транзистора c5129 действительно его померил у него короткое замыкание абсолютно по всем ногам то есть он пробитый и у нас отправляется в мусорный бак и так но что я могу сказать по данному прибору сожалению да не могу показать как работают из smd вот эта панелька у меня smd элементов как таковых нет не очень я их люблю они несомненно очень полезный но нет но здесь она есть то есть 123 можно мерить спокойно итак о самом приборе очень удобно конечно что можно его питать от micro usb зарядка но здесь используется аккумулятор типа размера 14500 то есть здесь даже прописанного полтора вольта но здесь аккумулятор 14500 с напряжением 3 и 7 вольта то есть да сложновато было бы удобнее если бы был 18650 аккумулятор как бы но более распространенный очень удачно что здесь есть кнопка включения выключения то есть мы можем не питать сам прибор что она не нужно просто заряжать аккумулятор достаточно удобная кнопка но и очень что мне необходимо было бы в моем самодельном приборе вот он конечно намного больше мне нужны крокодильчики но неимоверный плюс данного прибора мой ни в какое сравнение не идет с тем что заказано с китая во-первых здесь от меня 328 здесь всего-навсего от мега 8 здесь на smd они более точные просто промерил их они более точные чем те что стоят у меня мне нужно переделывать панельки причем питание здесь в том что заказано с китая у него либо от из 5 вольт либо аккумулятора здесь же в моем стандартная крона на 9 вольт ну и сами понимаете я конечно могу сейчас показать на чем-нибудь достаточно небольшом на том же мосфете как работает мой прибор подключаем крону ставим mosfet если он влезет как видим он не влезает но не суть сейчас это дело исправим здесь всего-навсего обкусить запайку как видим ставится сон с трудом ну и он его определил как npn база коллектор-эмиттер коэффициент усиления тут через h fe показывается 5 и 608 милливольт причем вольты он не показывает это у нас был d13 007 ну и если mosfet единственный у меня тоже обкусим ноги чуть-чуть и поставим вот тут можно видеть как не хватает ну вот он показывает n e mosfet емкость у него 1 и 40 gate drain source то есть 123 плюс показывает диод ну и выключается он побыстрее выключение у него у моего приборчика у него зависит только от одного от резистора между 7 и 20 ногами ну и существенное преимущество я уже показал что данный прибор намного удобней да этот прибор достаточно простенький в этом приборе у меня существенные ошибки при измерении сопротивлений при измерении емкости последовательного сопротивления т.е. мой прибор хорош только в одном он определяет тип транзистора и показывает анод катод диодов все больше мой приборчик не умеет возможная прошивку возможно еще что-то но данный прибор намного эффективнее так сказать и по стоимости у них ну примерно одинаковая цена потому что сейчас и от мяги подорожали и экранчики ну по крайней мере в моем городе и стоит она примерно одинаково но сегодня мы говорили про данный транзистор тестер и так чтобы все было полноценным я докупил аккумулятор форм-фактор 14500 и хотел бы замерить потребление данного приборчика от аккумулятора и так в разрыв ставим щупы так аккуратненько надо как-нибудь подлезть не очень-то удобно конечно но но включили ничего нет ну вот я нажимаю кнопку ничего не происходит для того чтобы что-то было при установке новой батареи в данный прибор нужно замкнуть два контакта и включить мультиметр вот как видно потребление уже пошло что-то десятые доли миллиампера здесь стоит отметка в 200 миллиампер максимум режим и включаем видим пиковая 48 6 и дальше 33 39 на поддержание ну и все он отключился опять при отключенной кнопки прибор абсолютно ничего не потребляет при включении опять таки видите 0 2 0 1 миллиампера то есть 10 2 десятых доли при включении опять таки 48 5 и сброс до 32 ну и у этого прибора мы поставили батарейку мы замкнули два контакта либо снизу можно либо сбоку замыкать и смотрим при включении у нас прибор показывает напряжение батареи и напряжение было в цц 502 это напряжение после стабилизации подъема вот напряжение батареи 4 вольта теперь хотелось бы показать как работает функция зарядки для этого возьмем micro usb кабель берем сторону мультиметр и подключаем usb и как видим светодиод горит и показывает нам о том что зарядка происходит но если мы включим прибор в таком виде он покажет что нас power mode то есть запитка от micro usb то есть аккумулятор в данном случае не задействуется всем пока подписывайтесь на канал паяльник т.в ставьте лайки оставляйте ваши комментарии и возможные предложения на обзоры чего вы хотели бы видеть